Как депутат и кандидат в президенты России Дованков обдирает народ? Сколько зарабатывают на вас владельцы ломбардов? Когда власть прикроет возможность покупать все задешево на Алиэкспресс? И сможет ли Кремль торговать с Африкой в криптовалюте? Про это и не только. Сегодня подробности в программе «Ваши деньги». Я Сергей Мальнев. Приветствую и начинаем. Один из самых ярких индикаторов обнищания россиян – это стремительный рост ломбардного бизнеса. Чтобы не голодать, люди закладывают до зарплаты последнее. Что подтверждает? Реальные доходы все же падают, они растут, как уверяют пропагандисты Кремля. Разоблачаем очередные их фейки прямо сейчас. Власти России бодро рапортуют. Якобы благосостояние простых людей только выросло. Самый главный показатель роста экономики, рост валового внутреннего продукта по концу года ожидается 3,5%. Это хороший показатель. Это значит, что мы отыграли падение прошлого года, а там у нас было, по-моему, 2,1%. Если в этом году будет плюс 3,5%, то значит, отыграли падение и сделали достаточно серьезный шаг вперед. Но почему-то от реальных цифр уже и даже Центробанк России в шоке. Нас беспокоит, что кредитование растет за счет уже закредитованных граждан. Доля заемщиков, имеющих 3 кредита и более, в портфеле потребительских кредитов увеличилась до 47%. А в хорошие времена люди не вынуждены залезать в долги, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. А в феврале 2024-го Центральный банк опубликовал еще и отчет по деятельности ломбардов. И уж тут россиянам точно пора бы сильно беспокоиться. Портфель займов ломбардов увеличился с начала 2023-го года на 22% и на конец сентября составил 52,5 миллиарда рублей. В 2023 году в среднем за квартал заключаются чуть более 4 миллионов договоров. При этом наблюдается увеличение объема выдач, что в основном связано с ростом среднего размера займа. С первого по третий квартал 2023 года показатель вырос на 19%. Почти 20% роста всего-то за 9 месяцев. Это же огромные темпы. И это даже по официальной статистике Центробанка. А ведь там заинтересованы данные и занижать, тем более накануне псевдовыборов. Причем ломбарды это место, куда идут в последнюю очередь, когда уже совсем приперло. Три четверти всех договоров заключается на сумму до 25 тысяч рублей. 61% договоров заключается на срок до 30 дней. На более длительный срок, более трех месяцев, выдаются только 9% всех займов. То есть деньги берут буквально до зарплаты или пенсии. А значит, занимают не на развитии, а лишь чтобы как-то выжить. За счет чего? Конечно, в первую очередь за счет золотых украшений. Многие решили срастаться с фамильными драгоценностями, лишь бы прокормить семью. Но позорнее, чем выносить из дома золото в обмен на еду, разве что выносить из дома вещи в обмен на еду. А это не редкость, признает сам же Центробанк. Договоры на короткий срок чаще заключают универсальные ломбарды. Почти 70% в связи с наличием в объеме залогов менее ликвидного имущества, смартфонов, компьютерной и бытовой техники. Зато владельцы ломбардов хвастаются, в деньгах купаются. Плюс электроника. Электроника подражала цене, и, соответственно, мы тоже подняли приемные цены, и мы стали принимать электронику по очень выгодным ценам для нас. И продавали ее по рыночной цене, и плюс у нас остались большие остатки, и на тот момент мы очень хорошо все распродали, то есть магазины, по сути, были пустые. То есть люди отдают даже телефоны, чтобы под огромный процент получить максимум несколько десятков тысяч рублей, а то и просто тысяч. Путин, 24 года у власти. Итоги. Кстати, Центробанк грабительские проценты не то, что не пресекает, он их еще и увеличивает. Самый очень важный момент. Центробанк отменил временно, ввел мораторий на ПСК. Что это значит? Можно будет начислять любые проценты. То есть раньше было ограничение, то есть, например, можно было начислять не более 130% годовых, а теперь можно начислять 300 годовых. И мы подняли процентные ставки, и у нас получился доход. А если взять данные по всем долгам россиян, то они и вовсе шокируют. Россияне рекордно нарастили долги. За 10 месяцев общий кредитный портфель граждан увеличился на 6 триллионов, до почти 35 триллионов рублей к 1 ноября. Это следует из статистики ЦБ. Прирост оказался максимальным за все время введения статистики, как минимум с 2015 года. Причем со значительным отрывом. Финансово неустойчивыми летом 2023 года считались 56% домохозяйств, а осенью 2023 года финансово неустойчивыми стали уже 61%. Стремительный рост неустойчивых при росте зарплат. Это кредитная пирамида, которая рухнет при потрясениях. Точнее, рухнет жизнь заемщиков. Каждый четвертый заем в микрофинансовых организациях выдается хроническим должникам, которые тратят больше 80% своих ежемесячных доходов на выплату предыдущих долгов. Доля просроченных займов менее чем на 90 дней составляет 10%. А доля займов с просрочкой более 90 дней – 34%. Таким образом, больше трети микрозаймов фактически не возвращаются. А вот кто при этом явно не рухнет, так это сами ломбарды и прочие ростовщики. У них нынче золотое время. За невозвраты просто платят другие заемщики благодаря непомерным процентам. И Центробанк признал – половина ломбардов и вовсе собралась открывать новые отделения. А многие и вовсе максимально переводят процесс займа в онлайн, ведь нищающей клиентуры все больше и, видимо, просто не успевают обрабатывать. Получается, вокруг нищеты и отчаяния людей выстроилась целая многомиллиардная индустрия долгового рабства. Вот уж кому на Москве жить хорошо. А все потому, что реальная инфляция в разы выше официальной в 7-10%. Она 20, как минимум. А чиновники и госпропаганда по-прежнему вещают о стабильности, экономическом росте и уверенности в завтрашнем дне. Но уже десятки миллионов россиян могут быть уверены только в одном дне – дне своей кредитной ямы, из которой уже многим не выбраться. Вместе с ломбардами в топе самых успешных бизнесов современной России – микрокредитование. Людям дают в долг деньги под бешеные проценты, Причем занимается этим среди прочих и депутат Госдумы, глава агентства «Россия. Страна возможностей» Владислав Даванков. Он же теперь кандидат в президенты России. И это, конечно, повод посмотреть на Даванкова поближе. Рубрика «Лица режима» в нашем эфире. Владислав Даванков – кремлевский кандидат в президенты от партии «Новые люди». Его кандидатуру единогласно утвердили сегодня на съезде в Москве. Даванков – самый богатый кандидат в президенты, во всяком случае официально. Он за последние шесть лет заработал почти 77 миллионов рублей. Это на 10 миллионов больше, чем Путин. Важно отделять правонарушения и работу в нашей стране. Законы должны соблюдаться, поэтому это большой пункт моей программы. У Даванкова есть дом и земельный участок в Московской области, а также квартира в самой Москве. Еще он не отказывает себе в роскошных авто. Кандидат в президенты владеет «Майбахом» 2019 года. Поле того, я правда считаю, что чиновникам хорошо было бы пересаживаться на собственный автопром. В качестве источника дохода он указал благотворительный фонд поддержки образовательной программы «Капитаны», открытое акционерное общество «Фаберлик» и автономную некоммерческую организацию «Россия – страна возможностей». Наша организация очень молодая. Она была создана в этом году по указу президента Российской Федерации. Но мы уже видим большие результаты. Но главное, что заинтересовало многих – микрофинансовая организация «Международный центр кредитования». Сам Владислав Даванков владеет 54% акций компании. У его дяди еще 8%. Это учреждение по выдаче займов. Причем из международного в нем займы трудовым мигрантам из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. В первый год совершается до 95% правонарушений в нашей стране, связанных с теми, кто приехал из других стран. Причем, я говорю, это спокойно. Я сам работал во многих странах – в Узбекистане, Киргизстане, Таджикистане и других. И очень тепло отношусь к представителям тех стран. Компания кандидатов в президенты выдает займы под условия переплаты в 0,4% в день или 214% годовых. Микрозайм на покупку авто – под 0,2% годовых. Одолжив у Даванкова деньги на машину, чтобы таксовать через год, придется отдавать в несколько раз больше самой суммы кредита. Специально создана такая механика, которая позволяет любому человеку в России достигать и попробовать свои силы в одном из наших проектов. В 2022 году Международный центр кредитования кандидатов в президенты получил около 100 миллионов рублей прибыли, а через год удвоил ее. И это неудивительно, ведь в России большинство стремительно беднеет, и им приходится бежать в микрофинансовые организации. Сегодня потребление в России идет все больше и больше в кредит. Рост этого потребления в кредит происходит за счет самых малообеспеченных слоев общества. У нас возникла такая целая армия, я бы сказал, нищих должников. Реальные доходы населения, вопреки данным, которые предоставляет Росстат, падают, а цены на товары и услуги дорожают. Продукты, одежда, медицинское обслуживание, запчасти для автомобилей, сбор детей в школу – все это, б***ь, дорожает. И поэтому люди стремительно занимают деньги в микрофинансовых организациях. От, б***ь, безысходности. По данным проекта «Точка», не только мигранты обращаются к Даванкову за помощью. Так, более 90 россиян его клиентов стали банкротами. В России президент об этом сказал, что нужно, чтобы молодые, талантливые могли себя реализовать, не ужали за рубеж, а желательно еще и в своем регионе. Микрозаймы – это довольно популярный бизнес, особенно в семье Владимира Путина. Его бывшая супруга Людмила владеет организацией «Кармани», которая по итогам 2022 года заработала почти 400 миллионов рублей на кредитовании. Исков. Эта контора подала 1300 за последние 10 лет к гражданам, которые не выплачивали кредиты. В организации Людмилы Очередной, Людмилы Путиной, Владимир Четишкремневой. Кабальные условия, условия, которые невозможно просто выполнить. Некоторые из займов, которые выдает ее организация, идут почти под 100% годовых. И людям приходится соглашаться на такие условия. У многих нет выхода. Берем прошлый год. Когда началась война? В феврале, спустя два месяца после этого, гражданин по фамилии Евсейкин взял займ в конторе «Кармани» на 465 тысяч рублей. И при этом, внимание, процентная ставка у Евсейкина была 99,5%. То есть это огромная цифра даже в рамках микрокредитных организаций. Естественно, судебное решение было вынесено в пользу «Кармани». Естественно, Евсейкин был вынужден выплатить этот долг. Ну и плюс еще лишился своего автомобиля. Владислав Даванков – обычный путинист, зарабатывающий на бедности россиян, как Путин и его окружение. Именно микрокредиты стали главным источником официального дохода кандидата в президенты. Также он поддерживает оккупацию Луганска, Донецка и Крыма, за что попал в санкционные списки многих стран. «В санкции меня включили 25 февраля, прямо в мой день рождения. Мне звонит один высокопоставленный человек, ты знаешь, и звонит, и утром, там, часов в 8 утра, и говорит, поздравляю, вы вошли в высшие эшелоны власти, вы в санкциях». Как бы там ни было, все допущенные до выборов кандидаты в президенты – кремлевские куклы, которые должны пропускать перед собой Путина. И Дованков такой же винтик Кремля, как и остальные чиновники. Премьер Мишустин, министр экономики Силуанов и другие путинские экономисты даже не краснее продолжают рассказывать про рост экономики и улучшение качества жизни россиян. Но мы покажем правду. Как чиновники манипулируют цифрами и что там с экономикой военного режима на самом деле. Смотрим. Население богатеет, денег все больше и больше, санкции нипочем. Это та картинка, которую Путин, его чиновники и пропагандисты пытаются всем показать. «Мы смогли выйти на новый цикл роста экономики». И Росстат якобы подтверждает эти данные. Средняя зарплата в прошлом году в стране была немного более 50 тысяч рублей. Только на деле основная масса людей не видит такой доход. «Вы чуваши не были. Там зарплата штукатуры, маляра, который работает и пашет, максимум 30 тысяч. Это официально». «Росстат у нас считает по миллионерам, которые рассчитывают нормально, я понимаю». «Средний класс людей такие деньги не получают, это 100%. «Это игрище. Росстат сейчас играет любые игрища, лишь бы обрадовать президента». «Был очень хороший вопрос на прямой линии Путина о том, как бы нам попасть в ту реальность, в которой вы живете». Реальные зарплаты населения в прошлом году якобы выросли почти на 5,5%. Но никто в это не верит. Люди в России в основном становятся только беднее. «Население в этом контексте почувствовало себя лучше. То есть у населения, например, не знаю, появилось ли больше квартир, появилось ли больше машин. Нет». «Реальная зарплата стала существенной на ней». Два основных драйвера российской экономики – это военка и строительство, которые дают номинальный, а не реальный рост благосостояния. «Главная вещь, которая тащит рост ВВП – это военка. А второе – это вот это бурное жилищное строительство. И это приводит к огромному количеству, к навесу нераспроданного жилья. Вот по данным на декабрь, больше 71 миллиона квадратных метров нераспроданного жилья в новостройках. Это колоссальный навес над рынком». Реальные доходы населения ниже, чем в 2013 году. Эксперты называют это потерянным десятилетием, которое может затронуть и следующие 10 лет. «До данной точке, то есть мы говорим в начале 2024 года, это более чем очевидно». «В следующие десятилетия также может оказаться потерянным». В 2013-м, довоенном году, заработок среднестатистического россиянина был чуть больше 800 долларов, а в прошлом, в 2023 году, меньше 600. «Не зря сравнивают с 2013 годом. Я напомню, что начиная с 2014-го начались санкции. Россия пожинает плоды того, что была тогда изменена политика государства». «10 лет населения страны беднеет, 10 лет экономических потерь. Это путинские лоялисты подают, как года процветания». «За 10 предыдущих лет средний темп роста российской экономики был немногим более 1%. Это заметно меньше среднемировых и не только не позволяет сократить отрыв от развитых стран, но и, наоборот, увеличивает отставание от них. Вообще, темпы роста менее 1% означают возникновение критических рисков для экономики, их просто не хватит для минимально необходимого воспроизводства». Сейчас, перед выборами, Путин старается держать курс рубля ниже психологической отметки в 100 рублей за доллар. Но, по мнению экономистов, сразу после своего переизбрания держать его не будет смысла. Рубль опять начнет падать. «До выборам есть политическая команда держать курс рубля не то, что на планке 100, на планке 90 рублей за один долг». Реальная инфляция продолжает расти, и ты можешь увидеть это сам, зайдя в любой магазин. Продукты, одежда, медицинское обслуживание, запчасти для автомобилей, сбор детей в школу – всё это дорожает. И поэтому люди стремительно занимают деньги в микрофинансовых организациях от безысходности. Современная Россия – это история не про могучую и уважаемую страну. Это не про развитие и богатство. Сейчас она превращается в страну нищих без каких-либо перспектив. И всё это из-за Путина и его войны. Жить в России, где все деньги режим спускает на войну, простому народу и так не сладко, но Минфин и РФ продолжают закручивать гайки. Чиновники хотят обложить налогом практически все покупки в иностранных интернет-магазинах. Это, прогнозируют экономисты, обязательно приведет к росту цен на товары во всех магазинах. Приведет к дефициту и росту взяток на границах. К чему уже стоит готовиться? Объясняем. Покупки в зарубежных онлайн-магазинах, не угодивших под санкции Запада, для многих россиян просто палочка-выручалочка. Потому что можно не удовлетворять непомерные аппетиты российских традиционных магазинов и не дарить им огромную маржу за обычную перепродажу. Можно заказать всё напрямую и куда дешевле. Но теперь этот оазис доступных и качественных товаров может фактически исчезнуть. К сожалению, это всё скоро может сильно прибавить в цене, но некоторые позиции и вовсе могут пропасть из России. А дело тут всё в том, что власти задумались о снижении лимита на беспошлиные покупки в зарубежных онлайн-магазинах. С нынешней 1000 евро до 200-500. Ну а возможно даже и до нуля. Такое тоже исключать не можем. Сейчас лимит куда больше – 1000 евро. И всё, что дешевле и весит меньше 31 килограмма, можно возить в Россию, не отстёгивая налоговикам их долю. И можно было легко заказать и телефон, фотоаппарат, ноутбук и многую-многую другую технику. И редко когда вы могли превысить этот лимит. Но теперь вам нужно ещё часть ваших денег отдать таможне. Но в Минфине подумали – позаказывали. И хватит. По данным Федеральной таможенной службы, если стоимость превышает беспошлиный порог, пошлина составляет 15% от цены товара. В частности, превышение стоимостной нормы, но не менее 2 евро на 1 килограмм веса в части превышения весовой нормы. Ведь бюджет сам себя не наполнит. А поэтому правительство нашло очередной способ залезть в карман россиянам. Крайний срок действия нынешнего лимита истекает 31 марта 2024 года. И Минфин уже официально не поддержал его сохранение. Эксперты бьют тревогу. Это ударит как по продавцам, так и по рядовым россиянам. По оценке Озон, импорт по беспошлиной схеме в России покупает 34 миллиона человек. Если не будет принято решение о продлении порога в 1000 евро на 35% товара, стоимостью более 200 евро цены вырастут на 10-15%. Согласно финансовой модели маркетплейса, пятикратное снижение порога приведет к падению объемов трансграничной торговли на 18-20%. 34 миллиона россиян будут вынуждены делиться и без того скудными заработками спутинистами, которые их пустят на войну. Под ударом и огромные популярные маркетплейсы, ведь они тоже используют такую бизнес-модель. Да и малые бизнесы, так называемые перепродавайки, которые осуществляют закупки через оптовые площадки вроде Алиэкспресс и просто перепродают товары на российском рынке, тоже окажутся перед лицом серьезных трудностей. Ну и, кстати, есть вероятность, что лимиты вовсе уберут. Это если все страны-участницы ЕС согласятся на изменения в таможенном кодексе Союза. В таком случае любой товар, даже за 1-2 евро, будут облагать пошлиной, но еще налогом на добавленную стоимость. Ну, понятное дело, что все, кто зарабатывает на розничной торговле, слегка в ужасе от такой перспективы. Ну, а если отменить совсем, то при таком сценарии маркетплейсы советуют готовиться к росту цен до 15%. При этом продажи могут сократиться, ну, почти на 70%. Да и очень много малых бизнесов тоже окажутся в беде. А в перспективе новая инициатива Минфина может и вовсе подорвать интернет-шоппинг в России. При текущем лимите в 1 тысячу евро пошлиной облагаются только дорогие товары. Их доля составляет менее 20% от общего числа заказов маркетплейса. Говорит представитель Сидекшоппинг. Собеседник в Яндекс.Маркете отмечает, что снижение порога может привести к сокращению ассортимента товаров. Отчего в большей степени пострадают покупатели. Да и растаможка – это постоянные задержки на почте. Дополнительная бумажная волокита и риски. Плюс большой соблазн чинушам тянуть взятки, чтобы таможня отдала добро. Сначала поступают в пункт международного почтового обмена в Санкт-Петербург. Если содержимое вызывает подозрения или превышает вес и стоимость, на отправление ставят специальную отметку. Далее посылка едет на почту в город назначения. Затем на проверку приезжает местный работник таможни. Дальше мы получаем документы, связываемся с вами, запрашиваем у вас дополнительные какие-то документы, сведения. Вот почему у нас есть еще такая тонкость, что товары должны быть для личного пользования. А значит, кошельки россиян еще больше исхудают. Цели властей тут понятны. Они хотят, чтобы российский потребитель больше смотрел в сторону наших отечественных производителей. А вот они часто подконтрольны тем же властям. Делают и продают некачественные и по заоблачным ценам. Вот так вот в Кремле заботятся о борьбе с бедностью. А ведь война требует все больше и больше денег. Более того, из продажи могут пропасть товары, доступные к заказу только через каналы электронной торговли. Существуют зарубежные бренды, которые продаются только через маркетплейс. Например, бытовой и прочие техники, отметил представитель Wildberries. И ради нее кровожадные путинисты будут готовы трусить граждан все больше и больше. И при каждой возможности, если только не остановить войну и не остановить их. У Путина предлагают странам Африки перейти в торговлю с Россией на криптовалюту. Тут бы констатировать, что при всей его антинародной сущности режим все же прогрессивный. Но нет, дело в другом. Просто рубли никому особо уже не нужны. А в долларах или евро из-за санкций торговать уже особо и не могут. Правда про путинскую дедолларализацию. Далее. Западные санкции и отключение от СИЦ заставляют Кремль все больше креативить. Теперь для обмана финансовой системы там задумали выкинуть настоящие цифровые фокусы, сообщило издание «Известия». Россия обсуждает с Мьянмой и странами Африки расчеты в цифровых финансовых активах. Выяснили «Известия». В частности, проработка вопроса может идти с Малией, Нигером и Анголой, предположили эксперты. Что это за активы такие? Цифровые, финансовые? Давайте разберемся. Это цифровые права, разновидность имущественных прав, записанные в виде программного кода в распределенном реестре. К ним не относятся криптовалюты или цифровые валюты центральных банков. У них один эмитент. Это, по сути, некий российский аналог криптовалют. Выпускаются частными компаниями под контролем Центробанка. Проще говоря, это что-то вроде виртуальных фишек или жетонов. И россияне хотят убедить страны Африки и Азии, что это якобы надежная вещь. Российские цифровые и финансовые активы не обращаются ни на одной криптобирже. Могут быть обеспечены различными активами, например, металлами, акциями или финансовыми обязательствами корпораций. Это показывает состояние абсолютного отсутствия выхода. Им заблокировали возможность расчетов в американской и европейской валюты. Неужели это реально может работать? Сугубо технологически? Вполне. Но не все так просто, считают эксперты. Если очень коротко, это бред. Полный бред. Несмотря ни на что, даже чтобы они не привязывали эти криптовалюты, это полный бред. Они начинают придумывать из серии Нью-Васеки. Для трансграничных расчетов России с дружественными странами цифровые финансовые активы могут быть привязаны к товарам или услугам, обменным курсам иностранных валют, золоту. Также вариант обеспечить их сырьевыми активами, такими как нефть или газ, отмечает аналитик Ярослав Кабаков. Но на деле очень сложно привязать курс фантиковой крипты к реальным рыночным ценам на реальные товары. А кто будет вообще это гарантировать? Кто будет гарантировать, что эта криптовалюта будет однозначно иметь такой курс? Потому что сегодня вы на словах сказали, что, например, какую-то тысячу условных криптоединиц вы обменяете на тысячу, например, килограммов золота условно. А что произойдет, если вы завтра откажетесь от этого? Одно момент, а там нет проблем. Допустим, Раша продала в эту африканскую страну, ну, например, какую-то партию автоматов Калашниковых, и моментально получила из этой страны бананы. Тут нет проблем. Но если она продала партию Калашниковых в африканскую страну, а бананы она получит через три или четыре месяца, то тут уже вопрос, а какая динамика цен? Они нерешаемые. Они нерешаемые, эти проблемы. А второй момент, это касается того, а дальше куда африканские страны, кто их примет, им надо что-то купить на эту криптовалюту, кто у них эту криптовалюту примет. Это примет, я не знаю, там, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Европейский Союз, даже Китай, Индия, Объединенные Иранские Эмираты. То есть никто из них это не будет принимать. Да и главное в финансах это доверие. А кто будет доверять сомнительной псевдокрипте, да еще и на долгие годы? Кто-то дурак. Дурак за все заплатит. И скорее всего, как всегда, этим дураком окажется сама Россия. Россияне в этом направлении думают, давайте мы им предложим фантики. Мы им скажем, что эти фантики очень дорогие. Эти дорогие фантики, они привязаны к какой-то валюте, вот обязательно, или к каким-то ресурсам, поэтому вы должны быть поверить в то, что они будут надежны. Поэтому, несмотря на то, что это предлагается африканским странам, даже они навряд ли пойдут на эту аферу. Не получится таким образом и обходить западные санкции, уверены эксперты. Я уверен, что, допустим, американские разведывательные органы обязательно установят сделки, да, допустим. Ну, вот идет обмен товарами, да, а нет обмена валют. Ну, это означает, что используются вот эти деньги цифровые. Поэтому тут и обмануть никого нельзя, потому что любой выход в реальный мир, в реальную валюту, это уже раскрытие этих сделок, по сути. Фактически, это замкнутый контур. Обмен фантиковой псевдокриптой без выхода в реальные деньги. Для участников это бессмысленно и бесполезно. Хотя кремлевские эксперты рисуют невероятные перспективы, якобы в результате многие игроки и вовсе смогут отказаться даже от общемировой системы SWIFT. Такие трансграничные расчеты потенциально могут проходить через Мосбиржу операторов информационных систем, в которых выпускаются цифровые финансовые активы или отдельных участников финрынга, полагает Эля Кушаков из Ассоциации промышленного майнинга. Он полагает, что использование цифровых финансовых активов как международного средства платежа может постепенно привести к отказу от SWIFT и корреспондентских расчетов между банками. Получается, несмотря на все сложности, Кремль не собирается отказываться от своей агрессивной политики и будет изворачиваться всеми правдами и неправдами, лишь бы сохранить хоть какие-то экономические связи с внешним миром. Но, судя по всему, очередная авантюра Кремля обречена на провал, как и вся распиаренная дедоларизация, которая на деле превращается в дерусизацию мировой политики. Это была программа «Ваши деньги». Показываем правду про то, как преступный режим Путина и его война делают всех россиян беднее. Спасибо, что смотрите нас. Встречаемся, как всегда, в эфире во вторник и в пятницу в 16.30 только на телеканале «Фридом». Субтитры создавал DimaTorzok